Витамин D у вас есть? Да нет. Там для вас, там? Всем противовирус. Витамин D и С, противовирус и антибиотик. На днях в сети интернет появилось фото протокола терапии от пациентов с подозрением на ковид. В протоколе подробный список препаратов, включая дозировки и питание. В то же время российские ритейлеры сейчас фиксируют рост спроса на отдельные витамины на 30-40%. На противовирусные препараты и иммуномодуляторы в полтора раза. При этом последние, согласно вышеупомянутому протоколу, при подозрениях на ковид-19 употреблять нельзя. Запросы покупателей по осени всегда меняются, признаются в самарских аптеках. В этом году с учетом пандемии и ограничительных мер. Спрос на маски, перчатки, антисептики для рук. Сейчас очень популярны витамин С, витамин D. Больше берут леденцов от горла, капли в нос, что-то противовирусное. Но антибиотики, они идут по назначению в основном врача. И инъекционные, и таблетки из разных групп. Первый всплеск продаж лекарств был зафиксирован еще в марте. Тогда аптеки увеличили доход в среднем на 20%. Чаще всего жители покупали медикаменты впрок, чтобы реже выходить из дома в период режима самоизоляции. Брала всякие омыватели для носа в прозапас. Они никогда не прописнут в конечном итоге, даже и без пандемии. Витамин D. А почему витамин D? Ну, потому что каждый врач советует, что витамин D не хватает нам солнца, честно говоря. Судя по опросу граждан на улицах Самары, у жителей к осени сформировалось собственное представление, как поступать в случае недомоганий. Точки зрения встречаются прямо противоположные. Кто-то не готов рисковать здоровьем и заниматься самолечением, иные наоборот. Я понимаю, что особо скорые не ездят, судя по новостям, а куда-то там уходить, в больницах, в очередях, то есть где есть вероятность точно что-нибудь подцепить, то вряд ли. Учитывая сегодняшнее положение в Самаре и ориентируясь на то, как болеют мои знакомые и близкие люди, то скорее, наверное, сначала к врачу. А куда идти, не знаю. Вызываем первую скорую помощь и все. Тема пандемии по-прежнему остается в красной зоне, как в России, так и в мире, признаются медики. Здравоохранение продолжает испытывать нагрузки, а среди населения все так же много ковид-диссидентов и, напротив, напуганных происходящим людей. Пишут все подряд и читают все подряд. Среди того, что написано, есть вещи вполне безобидные. Могу сказать, витаминизация всегда хорошо, от витаминов еще никто не умер. Остальные технологии, которые являются сугубо медицинскими, то есть с введением сосудистых препаратов, с введением антикоагулянтной терапии, с введением антибиотиков, ну, в общем-то, это уже более такая серьезная артиллерия. И, безусловно, здесь нужно наблюдение врача. Тем временем, по данным аналитиков DSM Group, ажиотаж провоцирует очаговый дефицит отдельных препаратов, ранее используемых в лечении коронавируса. В целом, с наплывом покупателей фарминдустрия справляется. Кульфия Сафина, Николай Сидоров, Константин Головин. События.